Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстун. Дошли наконец-то руки до давно анонсированного видео о том, как мы сливали Юру 820. Это было как раз вот в предыдущем видео. Я показывал, как Скорим сборил парочку ребят. А это было буквально, ну, через час после этого. Но наши китайские товарищи из Скорим в том числе уже пошли спать. Но благо у нас и в русском сообществе есть неплохой помощи сборщик. Это Олег. На три отряда фуловых у меня сейчас не хватило войска, поэтому вкидываю только два отряда. Так, ну в целом тут давайте посмотрим, что... Ну, у меня хоть и два отряда, но у меня ещё буст работает на размер. 177 тысяч войска на два отряда получается. Здесь, ребятки, там 63 тысячи пехоты. Пехи луки 136 тысяч от креда. Уже лям 600 у нас забился сбор. Ещё одного отряда не хватает. Сборим мы, ребятки, вот этого товарища. Юрий820. Как бы его второй аккаунт. Нас 200, да, я говорил, лямов мощи. Приврал. 147 у него всего лишь лямов мощи. Олег, вот наш сборщик, писал, что там 1,7 миллиона войска в обороне. Но Т4 там нету, там только Т3. Знаете, в Лордс Мобайл обычно от 100 с небольшим лямов был Т4 в замках. Здесь мощь растёт быстрее, чем в Лордах, но Т4 появляются позже. Это где-то уже, по-моему, 200 плюс лямов мощи. А вот, кстати, рядышком и основной аккаунт. Юры820. Кстати, вот что примечательно, что у него сейчас на фермоаккаунте, что на основном аккаунте он сидит на фермерском шмоте. Единственное, что основной аккаунт мы даже на фермо-шмоте сейчас, ну, как бы это, нам не по зубам его пробивать. Так, ну что, ребятки, момент истины. Уже вот-вот выходит наш сбор. 147 лямов. Сейчас посмотрим, как мы ударимся. 277 у нашего сборщика. 114 у него остаётся. Ну, неплохо. Это мы ему 33 ляма, да, снесли мощи. Но, блин, мы не пробили. Так, ну вот, ребятки, смотрите. По количеству войск у нас тут, в принципе, мы примерно на равных, да, стоим. Но неудачно по фаланге зашли наши пехоты на вражеских коней. Единственное, там у него одного отряда коней не хватило, чтобы закрыть брешь. И поэтому там один отряд пехоты добрался до вражеских луков. Но, по большей части, неприятно вышло, что большее число отрядов коней зашло вражеских в нашу пехоту. Да, сильно мы тут проседаем. 20% у нас осталось всего, на 60% у врага. Но вот под конец тут более-менее что-то пошло. Видите, вражеские кони сейчас натыкаются на наших лучников. И у него тоже так начинает стремительно подседать мораль. Ещё дракон появляется на поле боя. Ну, нормально, в принципе. Под конец успели так более-менее выровнять. Да, и у него всего 15% осталось. И тут, конечно, понятно. Надо делать второй сбор. Сейчас этого парня добивать. Но то, что пошло дальше, ребята, это был, ну, такой полный трэш. Дело в том, что Олег, я знаете, я даже не снимал в тот момент. На середине нажал кнопку. Когда увидел, он пошёл и ударил замок соло-атакой. Я-то ждал, думаю, сейчас сбор начнётся, начну запись. И снял, что там, порядка двух лямов мощи, да, Юре? Какие-то войска остались. Он потом написал, что на самом деле он просто случайно. Он хотел сделать сбор, а вместо этого завтыкал и сделал соло-атаку. И его лидер остался в плену. И он, главное, на этом не остановился. Решил потом ещё, видно, дожечь, но уже без лидера. Что, в принципе, ну, было ему неприятно. Смотрите, 112 у Юры, пошла атака Олега, у Юры остаётся 109. Не, ну, он, конечно, его просаживает по 3 миллиона, но раз он не пробивает, значит, себе он гораздо больнее делает. Хотя, гроб, наверное, уже и там, и там, да? Потому что у Юры больницы уже нету, поэтому гроб с обоих сторон. Но всё равно, блин, нафига. И ещё одна атака идёт, ребята. Олег, давайте на Олега. 254, ребята, 254. Юра на 3 ляма просел, а здесь 248. Нет, очень больно. Олег, зачем? Ну, что тебе? Он там уже и то пишет, типа, не бей, я за сборю. И, в общем, да, сделал точек у нас сбор. Олег больше соло-атаками не ходил. Хотя там после, знаете, после нескольких соло-атак осталось-то уже не так много в замке. Хотя первые сборы несколько неудачных соло-атак разбудили его сагильдийцев, и они кинули ему небольшой креп, но это парню не помогло. А тут, ребята, со сбором, смотрите, у нас следующая ситуация была. Той, он шёл на стрелковой фаланге. И, несмотря на то, что у Юры была пехотная фаланга, это было правильное изначальное решение, потому что сам Юра, он использовал только один отряд пехоты. Это, знаете, как такие, как дырявые ворота. То есть, луки бы сразу шли гиг Юриных коней. Но его укрепили. И его укрепили в том числе пехоты. У него было пять отрядов пехоты. Но, тем не менее, там креп такой себе слабенький был, да. Кто-то даже отправлял пехоту без героя. Поэтому, ну, это так было незначительно для лука. Тем более, что вот эти вот отряды, да, которые идут с укрепом, они в два раза меньше, чем отряды, которые люди посылают в атаку. То есть, там кто-то посылал, да, такие простенькие отряды. То есть, там единственное было, наверное, кому больно, это тем отрядам лучников, которые наткнулись на сам вот этот единственный отряд Юры пехотный. Ну что, вот такие вот дела, ребята. Надо сказать, потом, после того, как Юра проснулся и увидел, что мы сотворили с его вторым замком, у него, видно, сильно подгорело, потому что он потом еще, ну, давал нам, да, прикурить его. Он долго летал по всему королевству, жег все, до чего дотягивались руки. То есть, там, выцеживал, выискивал именно наши замки по всей карте. Мощь у него немаленькая, ну, в общем, было неприятно довольно-таки некоторым ребятам. Да и мне, кстати, в том числе. Я недавно попал в тюрьму к Юре. Сейчас вот сижу за решеткой. А что касается вот этого самого героя Юры, его передали мы Олегу, и он его вот не так давно благополучно казнил. Что, так сказать, подкинуло дров и без того полыхающий пукан Юры. Но это, ребятки, уже совсем другая история. А у меня на этом все. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.